В 2002 году наши новости снимали и показывали новое изобретение мордовских биотехнологов. Суперпрочный клей, состав которого ученые рассказали, точно зная, что никто в домашних условиях его не сделает. В приготовлении биоклея принимает участие небольшое количество компонентов. Берется какая-то часть мицелия, смешивается с 4% соляной кислотой, потом мы это все смешиваем. Впоследствии мы этот клей поставим на упаривание, чтобы придать ему ту консистенцию, которая нам требуется для работы. Полученные продукты спробовали на деревянных брусках, разъединить их уже было невозможно. Качество мордовского изобретения проходило не одну проверку, даже промышленную, на московской мебельной фабрике. А экспертизы показали, что и вправду это изобретение. Его мордовские ученые поспешно запатентовали. Ровно в этот же день, 8 лет назад, первый глава мордовии Николай Меркушкин вместе с юными учеными оказался среди высоких сосен и падающих с большой высоты шишек. Молодые изобретатели, каждый со своим электронно-механическим подопечным, старались удивить первое лицо республики. От малого к большому еще один робот только казалось более умный. Но секрет таился не в чудо разработки, а в соседних кустах, как в советских фильмах про шпионов. Голосом робота была обычная девочка-студент. Николая Ивановича было не провести. Кто-то маленькая там краска. И говорит. Оттуда. Поднимем? Нет, внутри никого не берем. Вот этим теменьким. Тиберска. Переносимся на год вперед и в другой лес. Инерка 2012 проходила масштабно, весело и полезно. Например, бывший министр здравоохранения писал послание на латыни, а члены госсобрания чеканили монеты. А наш Евгений Симкин сделал организаторам полезные замечания. На самом деле организаторы лагеря Инерка из года в год допускают одну и ту же географическую ошибку. На этом столбе с названиями городов и километрами не хватает всего одной таблички с надписью «До озера Инерка еще 30 километров». В это же время, два года спустя, в Саранске стартовал фестиваль болельщиков. Гости из Бельгии, Кореи, Алжира и Бразилии стали приучать жителей Мордовии к чужой культуре еще задолго до самого Чемпионата мира по футболу. А Советскую площадь уже тогда проверяли на прочность. Таким был этот день глазами и камерами журналистов 10-го канала. Константин Курбатов. Наши новости. Константин. Редактор субтитров А.Семкин